МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадиокомпанию Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядите в этом выпуске. Первая тонна сборжа нового ураджаю. Массовая уборка распочалась в Беларуси. Дети в бяде, что такое социально небеспечное, становишься семьи, и как его выправить? На пытание журналистов сёння подшал с пресс-конференции, отказали представники затекавленных служб. Социализация без барьеров, пристосованиями для инвалидов обстрелявали полторы сотни социальных объектов региона. Липинские навальницы с замоцных опадков снова обвешаны оранжевые у зровей небеспеки. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Массовая уборка сборжевых распочалась у Беларуси. Подаденных на 16 липень у целым по краине убрано 6% палетков. Всю лето уборочная кампания стартовала ранее у паравнания с минулым годом. По темпах работ лидирует Брестская в область. Там убрано больше 20% от плана. У Гродинской в области 7,5%. Прикладно столько, что у Гомельской. Столичный регион работы выканал на 1,5% площадь. У Могилевской в области до уборки только приступили, а у Витебской она почнется крыху позднее. Усяго по краине намолочна больше 330 тысяч тонн сборжа при средней уроджальности около 27 центнеров с гектара. Коли сказать подробязни про показчики нашего региона, уклад Гомельской в области у Агульный Каравай зараз складает около 50 тысяч тонн. У лидерах по темпах работ Хойницкий, Речицкий и Брагинский районы. Самая высокая уроджальность означается у Речицким районе больше 30 центнеров с гектаром. Тады, как средний областный показчик – 21. Темпы работ на полях могут заповолить дожжи. На сёня и завтра у Беларуси снова обвешаны оранжевые взрывы небеспеки. У прогнозе – моцные ливни и навальницы в особных районах – град. При навальницах шакается шквалистый взмocнение ветру до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру в нашем регионе в ближайшей ночи в складе до 20 в день до 28 градусов тепла. Подобный характер на дворье – тёплый, неостойливый – заховается на протягу усяготы дня. За 10 годов колькасть детей, которые находятся в социально небеспечном становище, в регионе изменилась на 30%. Сейчас это около 4700 детей. Альба, примерно, 1,5% от всех неполнолетних, которые живут в Гомельской области. Что в уголе значит социально небеспечное становище? Кто туда трапляет и как этого избегнуть? На вопросы журналистов сегодня подчас пресс-конференции отказывали представители разных служб. Подробности в сюжете Марины Джалой. На данные семьи статусу социально небеспечных – это ни покарание, ни присуд, ни знявага ее ауторитету. Это им к ней не проявить прадбашливость, заховать психичное и физичное здоровье детей и их житие. На пресс-конференцию пришли представники службов, которые не по чутках и информации в интернете ведут, что значит своечасово не звернуть увагу на проблемы семьи, что значит недостатково працавать с семьями, у которых дети – негаловная каштонность. И часом некаштонность у вогуля. Выньк этого потом адлюструять у статистицы детячей смяродности. За каждой трагичной личбой – пытание. Те можно было не допустить смерти хлопчика, эти девчонки. И частей за все отказ однозначный – можно. Тому и прохудшала на сустрече с журналистами фраза, что система трапляния детей у социально небеспечная становища, написанная кривею. Десятки прикладов огучили специалисты. Безлеч ситуации, которые привели до гибели детей, либо взломали их психику. Это сексуальный гвалт, психичное узденье, жесткие физичные покарания. Мы должны защитить детей от насилия, защитить детей от несправедливости, защитить детей от голода, если создаются такие условия именно в домашних ситуациях, и самими родителями. И, конечно, ограничить от тех моментов жизненных, в которые попадает ребенок. Органы образования уделяют пристальное внимание этой теме. И я уверен, что с началом учебного года мы также будем активно и в следующем учебном году обращать особое внимание во всех учреждениях образования, начиная от детских и дошкольных учреждений образования, заканчивая учреждением профессионально-технического образования, даже средними специальными учебными заведениями, там, где находятся несовершеннолетних, на их внутреннее состояние, на их физическое состояние. И мы будем защищать интересы ребенка, если таковые интересы нарушаются даже самыми близкими людьми и их родителями. Многие лишат, что трапляют у социально небеспечной остановища только дети с семьей, где батьки вельми тесно сябруют с алкоголем. Але гэта не так. И у нормальных семьях здаются ситуации, коли дитя застаётся сам насом со своими проблемами. Як отзначили специалисты, гэта не редкость и у выпадку, коли мать и батька разводятся. И всё ж специалисты запълнивают, что, коли у семьи всё доброе, дитя догледжено, створены усі умовы для его навучения и развития, коли сын тедачка не сходить с дому, не здясняют правопорушения, то батьки могут быть спокойны. Постановка у социально небеспечной остановища им не погрожая. Отримливается, что такий крок необходим только для того, как позбегнуть бяды. Гадать батькам об их правых обовязках и об тем, як важно створить для своих детей сприяльный семейный микроклимат и вядомо гарантовать их безопасность. Основных критериев, по яких можно вызначить, тези находятся дитя у социально небеспечном становища – 6. Кожен супроводжается подробязным тлумачением. Наприклад, покидание дитя тебе с наглядом об ежи, физичное покарание, немотивованный пропуск занятку в школе, пьянство батьков, антисанитарные умовы и многое інше. Всю информацию можно легко знайти в интернете. Тема, она очень проблемная тема. И я, используя в работе то, что являюсь отцом троих детей, в первую очередь пытаясь осознавать, где и как подойти к тому-либо иному гражданину, который сегодня воспитывает несовершеннолетних, но при этом нарушает условия безопасности его проживания, то, соответственно, те меры реагирования, мы смотрим, в первую очередь, насколько он выполняет их, насколько он стремится создать своим детям безопасные условия, проводят с ними соответствующую беседу, работу, а не только ограничивает себя просмотром различных сериалов. Сегодня у Гомельской области, в социально небеспечном становище, официйно знаходится прикладно 4700 детей. За 10 годов их колька сменшилась больше, чем на 30%. Летость амаль 600 батьков пролечили от алкогольной залежности, амаль 900 знайшли працу. Система работы с недобранадеянными семьями, створенные в регионе, по леташних выниках мае лепшие показчики Украине по профилактиции социального сиротства. И наприконцы, постановка у социально небеспечное становище часто допомагает выйти со складанной ситуации. У семьи приходят кураторы, які могут допомогти, рассказать, что треба робить, оказать саденничество в вращении проблем. Такие нагляда житявляются на протягу полгода. И только, коли вынику нема, дитя забирают в притулок, не позбавляючи мать и титату батьковских правов. Им дается махшимость выправить справу, уладковаться на працу, пролячиться от алкогольной залежности, привести у парада к дому. Головное – не стратить гэты шанс. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». В Гомельском регионе пристосованиями для инвалидов обстреливали полторы сотни социальных объектов. Створение безбарьерных осеродья у областных центров робить божедоступным и свободным життё для инвалидов-колясочников. Причем, размова не просто об их социализации у городском осеродье, но и об социализации працуной. Многие инвалиды протягивают, займаются спортом, ведут активную громадскую деятельность и работают. Подеи 13-годовой доунины вызначили лёс Александра Тимофеева. Неудалый скачок с водного трамплина и диагноз. Однако не приговор. В таком часу он у инвалидной колясцы, но не замкнулся, а вырешил, что хочет далее працевать и жить. Вот только перешкоды до этого стал порог уластного дома. Заселился сюда спустя полгода, установили этот пандус. Это было пять лет назад. Новый запись у працевной книжцы администратору в Местовом шпитале. Это стало максимумом, дякаючи программе по працевной адаптации инвалидов. Я хотел, хочу и буду работать, насколько хватит моего здоровья. А когда предложили работу, я сразу же без промедления сказал, что да, я буду работать. И мне это нравится очень. Как шлях на праце был без пирожков, со службы по всем маршруте Александра усталевали спуски. Поставили на рейс специальный громадский транспорт, а тротуары на припынках зарабили высокими. Так Александр смог самостойно заезжать в салон. Улицо уже применялось, водители уже более-менее все знают, даже некоторые здоровы. А когда нужно выходить из кабины, как да помахчи. Правда, это норма покульней для всех. Менять ситуацию Александр взялся сам. Разом с громадским объединением инвалидов пошел приходить в автобусные парки и проводить тренинги. После их водители докладно ведают, что треба рабить, коли на припынку особливый пассажир и как правильно посадить его у транспорт. Здесь, на этом тренинге, мы показываем, как человеку на коляске возможно забраться в троллейбус в городских условиях, когда нужна какая-то помощь. Бывает такое, что человек бегит, хватает за коляску, и он не знает, как помочь этому человеку. И бывают случаи, что выпадают люди с коляски, либо травмируются люди сами коляска. Иногда даже и водитель не выходит, не помогает. Не бывают такие случаи. Поэтому все мы люди, все мы понимаем, конечно. Но опять же, это надо соблюдать все равно. Дорогие сегодня это службовое потребование, которое тыжится каждого водителя громадского транспорта. В Гомельской области прошло уже пять таких тренингов, и программа расписана на год наперед. Своя программа и по установке пандусов. Летость их плановалось заработать 38 во всем регионе. Однако с такими лижбами до безбарьерного осярода исти долго. И это понимали, поэтому план перевыкнали Амаль в четыре раза. Так, в минулом году в регионе обсталивали полторы сотни социальных объектов. Это и пандусы, и поширенные проемы дверей. И, видимо, это не кропка. Многие установы еще ждут свои шарги. Притягивается и прессовная адаптация таких людей. План на этот год – працуладковать 44 инвалиды колясочника. Ганна Говальова, Евгения Кухаронак, при поддержке Агентства Телена Вин. С надыходом отпускного сезона, колькость легкового транспорта у туристичных и рейсовых автобусов, которые перемещаются по размеру, увеличилась. Гомельская мытня рекомендует при плановании поездки выучать дадены об чергах у пунктах пропуску. Такая информация есть на сайте Державного пограничного комитета. Частей за все туристы, которые выезжают на отпочинок в Украину, едут в пункт пропуску Новая Гута, где избирается великая колькость транспорта, особенно в другой половине дня и в выходные дни. У выпадку черга можно обрать и инший пункт пропуску – Камарын, Веселовку, Новую Рудню, Александровку, Альбо, Глушкевичи. Каб скоротить час мытных операций, так само рекомендуется выучить законодавство, якое тычется парадку перемешения товаров про смытную мяжу и загадзе заполнить пассажирскую мытную декларацию. И для отримания звездок об законодавстве, и для заполнения декларации варта звернуться до одиннага интернет-порталу мытных органов Беларуси. Другая змена военно-патриотичного лагера «Курсанты» стартовалась сегодня у Гомели. Удельниками стали 25 подлетков, яке знаходятся на профилактичном улику. Военно-патриотичный лагер працует на базе Беларуского державного университета транспорта. Наступные 9 дней его выхованцы будут жить, как правдные курсанты военно-транспортного факультета. А кроме обовязковых атрибутов курсантского життя, для их предугледжены экскурсии, кинопрагляды, спортивные споборненства, а так само работа на сельгаз-продприемствах. Основная мыта лагера «Курсанты» – долучить подлетков, яке потребует повышенной педагогичной уваги до цикавого и беспечного баулення вольного часу. Они действительно смотрят на молодых людей, курсантов, носящих военную форму, и курсантов, которые преданы нашей любимой республике Беларусь. Они любят страну, любят университет. И ребята берут с них пример. Они тоже хотят носить погоны, они тоже хотят служить своей родине. И надеюсь, что некоторые из них станут в будущем действительно курсантами нашего факультета. За 7 годов иснования военно-патриотичный лагер «Курсантты» наведали больше, как 300 человек. Нагадаем, что с этого дня у Гомеля распочинается комплексная проверка процессдольности автоматизованной системы централизованного повышения гражданской обороны. Тестирование электросирен заплановано на 19 липня с 9 ранницы до 5 годин вечера. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Де-факто» и спортивный огляд. Я же с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Более 20 лет на троих. Сегодня суд Центрального района Гомеля огласил приговор по уголовному делу в отношении черных риэлторов – группы людей, которые виртуозно проворачивали незаконные сделки с недвижимостью граждан. С целью сокрытия преступлений и сведения рисков к минимуму фигуранты пошли на меры конспирации. С 2010 по 2015 они обманным путем завладели недвижимостью разных людей. Находили квартиры тех, кто умер и не имел наследников, искали хозяев злоупотребляющих спиртным, выходили на людей, которые долгое время не проживали по месту регистрации или имели задолженности по уплате коммунальных услуг. Под различными предлогами махинаторы склоняли их к продаже жилья, обещали на выгодных условиях найти квартиры с меньшей площадью, но на деле не выполняли обязательств. Экспертами города Гомеля проведено более 40 экспертиз, подчерковечных технических экспертиз документов, в результате которых были сформулированы выводы о том, что часть подписей в документах выполнена не владельцами, а также было установлено, что часть оттисков печатей нанесены не нотариальными конторами Российской Федерации. Следственные органы и оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установили не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных на территории областного центра, а также Гомельского, Ветковского и Будокошелевского районов. Сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей, она уже практически полностью возмещена. Двое членов группы, мужчина и женщина 1973 и 1971 года рождения, все это время находились под стражей. Третий подельник дожидался решения суда под домашним арестом. В отношении остальных членов группировки суд был более лояльным. Женщину приговорили к 6,5 годам лишения свободы, мужчину к 5 годам в колонии строгого режима, также с конфискацией имущества. Еще один участник находится в розыске. Приступить закон в минувшую субботу попытался и житель деревни Крынки Реческого района. Двигаясь по автодороге Октябрьский-Паричи-Речица, на автомобиле Деонексия он проигнорировал неоднократные требования сотрудников ГАИ об остановке. После произведенных трех предупредительных выстрелов в воздух водитель продолжил заезжение дальше. Сотрудниками ГАИ были произведены прицельные выстрелы по колесам данного транспортного средства, после чего удалось автомобиль остановить. При приближении инспекторов к автомобилю водитель включил заднюю передачу и совершил столкновение с машиной ГАИ. После этого нарушитель, ведущий за техник одного из сельхозпредприятий района, с признаками алкогольного опьянения был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В аналогичном ожидании находится и житель поселка Костюковка Гомельского района. В Гомеле, двигаясь по улице Советской, он совершил наезд на женщину. От полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия. По предварительной информации, в момент включения зеленого сигнала светофора для автомобилей, водитель не убедился в безопасности, не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода, которая завершала пересечение проезжей части, начав движение на зеленый сигнал светофора. В Лоевском районе, подыскивая подходящее место для кемпинга, мужчина потерял детей, с которыми приехал на отдых. В ночь субботы на воскресенье в дежурные части милиции МЧС Лоевского района поступили сообщения о том, что в лесном массиве около деревни Олешковка потерялись дети. По словам обратившегося, в субботу около 18.00 он на автомобиле «УАЗ Патриот» с тремя детьми в возрасте от 4 до 8 лет приехал в лесной массив на отдых. И чтобы выбрать место для кемпинга, ничего лучше не придумал, чем сесть на велосипед, а детей ставить в автомобиле. В итоге мужчина заблудился и выехал из леса совсем в другой деревне. Там он сообщил милицию, что потерял троих детей. Работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел незамедлительно начали поиск детей. В 4 часа 35 минут в 3 километрах от деревни Олешковка спасатель обнаружил детей и автомобиль. Дети все это время находились в машине. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель» одержал гостевую победу в рамках 16-го тура чемпионата страны в высшей лиге. С минимальным счетом обыгран Слуцк. Это позволило зелено-белым покинуть зону вылета и переместиться на 12-ю строчку в турнирной таблице. Первым голом за «Гомель» отличился Александр Батищев. Взятие ворот получилось слегка курьезным, но при этом зрелищным. Батищев делал навесную передачу с линии штрафной, а мяч парашютом влетел в ворота. Как признался позже, украинский полузащитник нашей команды, он даже не рассчитывал в этом игровом эпизоде записать свою фамилию в судейский протокол. Долгожданная победа «Гомеля», которая позволила подняться выше в турнирной таблице чемпионата, безусловно, придаст уверенности нашим футболистам. Следующий матч состоится в субботу в 16.30. В гости, пожалуй, Днепр. Могилевчане имеют в своем активе 11 очков на два меньше, чем у зелено-белых. Европейская федерация гандбола опубликовала предполагаемую сетку Кубка вызова сезона 2018-2019 среди женских команд. Гомельчанки начнут выступление в Еврокомпании с третьей стадии в ноябре. Пары будут определены завтра. А тем временем гандбольный клуб «Гомель» продолжает усиление в преддверии нового сезона. Контракты подписаны сразу с двумя гандболистками из норвежского чемпионата. Ряды гомельской команды пополнили линейная Ирина Трезно и правая полусредняя Екатерина Селицкая. Ранее они выступали за клуб «Молды». На этих выходных в областном центре завершилось республиканское первенство по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Площадкой для проведения соревнований стал стадион «Луч». На протяжении трех дней за победу сражались по 14 команд юношей и девушек. Представители Брестской области в этот раз не принимали участие в первенстве. Остальные регионы выступили в полном составе. Сильнее команда ТАЦ, с которой работал тренер в достаточное время в нужных условиях. То есть площадка, которая имеет песок, площадка, которая на самом деле доступна для команд. И, соответственно, для команды должны работать не одна пара какая-то, а с ней должен быть спарринг. И желательно, чтобы в спарринге работали дети более старшего возраста, которые, может быть, чуть сильнее, чтобы от них учиться и, соответственно, повышать свой уровень и мастерство. Ну а то, что у нас существует ведущая школа, или которая, так скажем, в предыдущие годы в первенстве и в других соревнованиях занимали первые командные места, это чаще всего в наши годы так определилось, что это наш Гомель и Гродно. Фавориты в лице Гомельской и Гродненской команды оправдали ожидания. В итоговом протоколе именно эти коллективы заняли верхние строчки общего зачета. В личном первенстве победу праздновала пара могилевчан Евгений Котов и Илья Морозов. Лучшими среди девушек стала Жлобинская пара Елизавета Климович и Кристина Глушакова. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok